В Донецкой области группа украинских добровольцев выполняет сложенную, но очень важную задачу. Они ищут тела погибших на войне и стараются вернуть их родственникам. Для идентификации чаще всего используют личные вещи. Все выходят за территорию дома. Два человека дергают кошку. Смотрим под ноги, есть какой-то опасный предмет. Поднимаем руку. Командир отряда дает последнее указание команде перед ответственным заданием. Эти люди занимаются поиском трупов в разбитых россиянами домах. Местные жители лазили и увидели ботинок. Сказали, может, тело там. В жизни сейчас мало чего легкого. Некому сейчас делать то, что мы делаем. Мы показываем, что мы люди, что мы делаем добрые дела. Мы возвращаем погибших солдат. Не важно, что они мертвы. Они вернутся в семьи. Находят тела и украинских, и российских солдат, а еще мирных жителей. Точно не надо бояться. Они уже мертвы. Они ничего не сделают вам, не причинят вам никакого вреда. Я полон вдохновения, что делаю доброе дело. На душе хорошо. Это хорошие дела, которыми можно гордиться. Перед тем, как войти, проверяют помещение на наличие взрывчатки. Ведь россияне минировали все без разбора. Граната старая совсем, времен Второй мировой войны. Очень часто нам приходится иметь дело с минами, потому что при проверке территории мы находим много оставшихся взрывоопасных предметов. Есть и мины-ловушки, поэтому мы работаем с саперами. Чаще всего именно останки российских солдаты находят. Морпехи российские. Их пряжка. Тела потом отправят в Россию, если, конечно, та сторона захочет. Ведь там, по официальным заявлениям, потерь нет. С лета лежит. Летом они тут последние бои проводили. Добровольцы из некоммерческой организации «Плацдарм» занимаются поиском останков убитых в полномасштабной российско-украинской войне с середины весны. Делали это и с начала российского вторжения в 2014-м. А командир Алексей и вовсе ранее провел годы, разыскивая останки погибших во время двух мировых войн. Нам нужно как можно скорее собирать тела наших военных, которые сейчас находятся на оккупированных территориях. Каждое тело российского солдата – это на обмене одно тело военнослужащего ВСУ. Предстоит проделать большую работу, потому что много убитых и пропавших без вести. Как с нашей стороны, так и с российской стороны. Много тел. Они могли бы бросить эти тела здесь, и в какой-нибудь российской семье мужчину всю жизнь считали бы пропавшим без вести. Мы остаемся людьми в любой ситуации, потому что это уже тело. Мы не воюем с мертвыми. Мы делаем так, как оно должно быть.